Всем привет Сергей из Флориды! Это видео номер 3, в котором я буду говорить о факторе высокого давления номер 3. То есть обязательно посмотрите первые два видео, потому что первые два фактора важнее, чем третий. Хотя третий очень важен, очень-очень. Итак, третий фактор это фактор избыточного веса или можно сказать процентного содержания жира на теле человека. Значит, каким образом проверить процент жира на своем теле? Продаются такие весы. В США я купил такие весы, заплатил 36 долларов. Становишься босиком на эти весы и весы показывают не только вес, но и процент жира в организме. То есть если вы будете следовать моей вот этой программе нормализации давления, то вам нужно худеть и не просто контролировать, сколько килограммов вы сбросили, а желательно контролировать именно процент жира. Потому что цель в этом, не в килограммах сброшенных, а именно, ну это конечно взаимосвязано. Но если у вас будут потери исключительно за счет мышечной массы, то это конечно будет плохо. Итак, что, почему процент жира влияет на давление? О, ну приведу вам пример, пожалуйста. Александр Градский, давление выше крыши. Причем мне не надо ему измерять давление, я знаю 100%, потому что у него избыточный возраст 70 лет, избыточный вес настолько большой, что, судя по внешнему виду, у него где-то утреннее давление порядка 180. То есть человек находится на грани просто. Итак, давайте разбираться с избыточным весом и с большим процентом жира. Дело в том, что холестериновые бляшки, которые откладываются в сосудах кровеносных, вот иногда я еще говорю не холестерин, а говорю насыщенные жиры. Значит, эти вот холестериновые бляшки или отложения насыщенного жира, они являются веществом, которое очень и очень близко по составу к тому жиру, который у вас находится на животе, подкожному жиру. И стопроцентно проверенный процесс уменьшения давления при похудении человека. То есть когда, если, предположим, у вас там, ну давайте Градского опять-таки возьмем, очень удобный пример, потому что все его видят на экране. Значит, процент жира Градского, судя по внешнему виду, порядка 45. Вот, и если предположить, что он сбросит жир от 45%, например, до 40, то у него давление улучшится по той причине, что вот эти вот холестериновые пробки в сосудах, они будут растворяться одновременно с подкожным жиром. Я вам даже больше скажу, еще более интересная информация. Дело в том, что растворение жира на теле человека производится кровью. То есть кровь изменяет такой химический состав, изменяет свой химический состав, и начинается растворение подкожного жира. Так вот, как вы, наверное, понимаете, вот кровь, которая находится в режиме растворения жира, гораздо быстрее достигнет отложения вот этих вот пробок в сосудах, чем она достигнет какого-то подкожного жира на животе, например. То есть уменьшение вот этих вот сосудных пробок начнется еще до того даже, как ваш подкожный жир начнет сходить. То есть это фантастический лечебный процесс, вот это вот уменьшение жира. Значит, я сразу хочу сказать, что очень легко дать совет «давай-ка худей», но при этом, естественно, человек, даже если хочет похудеть, он просто не знает как. Потому что миллионы людей во всем мире ставят себе задачу похудения, они не знают как и не пытаются одно, другое, третье. Выскакивает постоянно большое количество таких, как бы сказать, фейковых, жульнических неправильных способов похудения. Значит, у меня есть отдельное видео по похудению. Значит, найдите, пожалуйста, это видео. Там есть 10 факторов увеличенного аппетита. Почему? Очень коротко я коснусь этого вопроса. Значит, почему у людей есть избыточный вес? Потому что они употребляют больше калорий, чем им требуется. Почему человек употребляет больше калорий? Потому что у него аппетит искусственно увеличен 10 факторами. Вот есть 10 факторов, которые искусственно увеличивают аппетит. Если вы эти 10 факторов, это не в этом видео. Найдите мое видео по похудению. Я постараюсь не забыть и прицепить линк на него. Итак, возвращаясь и завершаю эту тему. Фактор высокого давления номер 3 – это избыточный вес. Посмотрите на любого человека с избыточным весом в возрасте старше 40 лет. И это будет 100% гипертоник. Ну, давайте, скажем так, 99,9%. Теоретически возможно, что человек с избыточным весом будет иметь нормальное давление, но крайне-крайне маловероятно. Значит, немножечко остановлюсь на том, что такое избыточный вес, что такое нормальное состояние, какой процент жира нормальный. Значит, нормальный процент жира – это 10-15%. То есть, если вы смотрите на человека и считаете, что он является абсолютно нормальным, это совершенно не значит, что он действительно имеет оптимальное количество жира. Для того, чтобы это определить, ну, во-первых, по внешнему виду человека с избыточным весом, в некоторых случаях, если у него не очень большой избыточный вес, как у Градского, например, то вы не можете в костюме определить. Я вам дам такой определитель избыточного веса, очень-очень простой. Если у вас есть такие валики на пояснице, по-английски называется love handles, «ручки любви», вот, в переводе. Вот, если у вас на пояснице есть такие валики, значит, у вас есть избыточный вес, 100%. Вот, валики эти исчезают, когда процент жира достигает приблизительно 15%. Поэтому, если вы увидели в зеркале, там, или сзади посмотрели в зеркало, двумя зеркалами, увидели эти валики, значит, все, 100% у вас избыточный вес. Это о мужчинах я говорю. Вот, женщинам все-таки рекомендую на вес и станция. Все на этом. Значит, самый простой способ похудения – это хождение пешком. И, кстати, очень важный момент – это то, что никакой физкультурой заниматься нельзя людям, у которых давление более 130. В догонку все-таки надо обязательно сказать о тех факторах повышения давления, которые многие люди упоминают снова и снова и снова, и которые являются крайне незначительными – это кофе, соль и волнение. Значит, эти факторы не откладывают пробки в сосудах и повышают ваше давление на какое-то короткое время, что совершенно является естественным, так же, как и физические нагрузки, так же, как и волнение, так же и соль и так далее. То есть, это важно для тех людей, которых высокое давление и которым каждый миллиметр в данный конкретный момент грозит отрыванием вот этой вот холестериновой бляшки. Тем, конечно, нужно стараться любой ценой держать давление поменьше. Значит, все. На этом я заканчиваю видео о третьем факторе высокого давления. Все пока и останется четвертый фактор. До встречи в четвертом видео. Субтитры сделал DimaTorzok